Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнур Джакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Жители карагандинского региона получат доступ к передовым медицинским технологиям Южной Кореи. В Караганде прошла международная конференция, посвященная перспективам сотрудничества. В Караганде нашли дамбру, которой уже почти 120 лет. Струны этого инструмента касались известные киши из шведского района Каздарбек, Сембек, Абекен. Построить бизнес, будучи студентом, легко. В Караганде открылась бесплатная школа молодых предпринимателей. Южнокорейские медики заинтересованы в потенциале карагандинского региона. В Караганде состоялась международная конференция, посвященная перспективам сотрудничества медицинских организаций Южной Кореи и Карагандинской области. Организатором мероприятия выступила Ассоциация корейцев Казахстана. Республика Корея занимает восьмое место в мире в рейтинге развитых стран. Наибольших высот страна достигла в области здравоохранения. Средняя продолжительность жизни здесь составляет более 80 лет. Об этом говорили на международной конференции, посвященной перспективам сотрудничества медицинских организаций Южной Кореи и Карагандинской области. А перспективы эти, стоит отметить, большие. Для нас, как для управления здравоохранения Карагандинской области, прежде всего важное развитие новых технологий в нашей сфере. Поэтому основная задача нам – найти партнеров для ведущих наших клиник с корейской стороны. Поэтому мы заранее собрали потребности, в нашей клинике проработали с каждой из них. А Институт развития здравоохранения постарался привлечь именно те южнокорейские клиники, которые нацелены и специализируются именно по данным отраслям. Не менее важным на сегодняшний день является развитие государственно-частного партнерства. Ярким примером этому может послужить диагностический центр, открытый в Алматы. Главным организатором конференции выступила Ассоциация корейцев Казахстана. По словам вице-президента Ассоциации, главная цель мероприятия – предоставить карагандинцам и всем жителям региона возможность воспользоваться новейшими медицинскими технологиями, которые сегодня используются в Корее. Мы хотим сюда направить целый поток южнокорейских компаний для того, чтобы наши карагандинские клиники имели возможность транслировать какой-то опыт, транслировать технологии, обмениваться врачами, обмениваться, может быть, какими-то интересными результатами. Очень тесное межвузовское взаимодействие мы планируем, в первую очередь, между Карагандинским медицинским университетом и клиниками университетом Республики Кореи. В завершении конференции был подписан меморандум между Управлением здравоохранения и Институтом развития здравоохранения Республики Корея. Во второй половине дня южнокорейские гости посетили медицинские учреждения региона, которые в дальнейшем могут стать потенциальными партнерами по сотрудничеству. Андрей Тенжек, Сылк-Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Представители молодежи выразили готовность отказаться от устаревших стереотипов. В Карагандинском государственном университете руководитель Управления юстиции обсудил с будущими коллегами статью главы государства «Взгляд в будущее. Модернизация общественного сознания». Руководитель Департамента юстиции Карагандинской области поделился своим мнением о программной статье президента. Асхад Жусупов считает, что этот документ о модернизации общественного сознания станет интеллектуальным стержнем масштабных реформ в нашей стране. По словам Султана Абишевича, опережающая модернизация общественного сознания не просто дополнит политическую и экономическую модернизацию, она выступит их сердцевиной. В принципе, концептуальность и национальная деятельность рассматриваемого документа состоит в том, что в нем технологический, экономический и политический прорыв Казахстана органично связан с идеологией необходимости модернизации общественного сознания. 12 апреля была опубликована статья главы государства «Взгляд в будущее. Модернизация общественного сознания». В одном из пунктов особое внимание уделяется методам воспитания конкурентоспособностей молодого поколения. Представители молодежи выразили готовность отказаться от устаревших стереотипов и двумя руками поддержали статью главы государства. Андрей Тен, Ажара Гибаева, Исламбеку, Спан Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Реликвия с более чем вековой историей. В Караганде нашли домбру, которая была сделана еще в 1900 году. Сейчас музыкальный инструмент находится у руководителя Центра Щертпики Кайролы Садлакасова. Он нашел ее у жителя станции Моинтыщицкого района Рахманали Абеова. Эта старенькая домбра долгие годы бережно хранилась в семье Рахманали Абеова. С его слов, более века назад его дедушка заказал домбру у народных умельцев из Каркарлинского района. Тогда за этот инструмент расплатились тремя баранами. В 1932 году домбра перешла по наследству отцу Рахманали Ажарбеку Абеову. С тех пор ее берегли как зеницу ока и передавали по семейной линии. Недавно владелец домбры передал ее на хранение Кайролеса Дуакасову. Кище полагает, что к этому инструменту прикасались руки известных домбристов из Шетского района Кыздарбека, Симбека и Абекена. Шейка этой домбры толщиной примерно 3 сантиметра. Это свидетельствует о том, что инструмент очень старый. Видно, что изготавливали его истинные мастера. Здесь всего 9 разделов, то есть нот. Инструмент требует реставрации. Домбра почти полностью цельная, то есть высечена из дерева. Лишь крышку прибили гвоздями. Нынешние инструменты обычно склеивают из мелких частей, а затем покрывают лаком. Это негативно отражается на звучании домбры. Также есть отличия и в струнах. Раньше их делали из кишок козы, а сейчас используют леску. Я видел такую домбру в Астане со струнами из высушенных кишок козы на одном из больших концертов. Такие струны идеальные. Сейчас такие не делают. В доме Кайрулы Агай это не единственная реликвия. У музыканта есть еще одна домбра с такой же более вековой историей. Ее музыкант периодически показывает своим ученикам. Кайрула Даулитбеков – основатель единственного центра Щерпики в нашей области. Аем Амрина Жахслак Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Самые одаренные и умные детишки состязались в знании языков. Дашкалята продемонстрировали умение говорить по-казахски, по-русски и по-английски. В детском саду Алтын-Сака подвели итоги интеллектуального конкурса «Эштальделектор». О готовности казахстанских дошколят к трехязычу мы решили узнать в детском саду Алтын-Сака. Сегодня здесь проходит интеллектуальный конкурс на знания трех языков. Интеллектуальный конкурс «Эштальделектором» проходит для повышения интереса у дошкольников. Конкурс состоял из трех этапов. Казахстан, Россия и Британия – это страны, чьи языки являются главными в нашей стране. Поддерживая статью президента «Взгляд в будущее – модернизация общественного сознания». Трех языкам детей обучают с четырех лет. Президент призывает найти новые формы в образовании, начиная с дошкольного возраста. Мы изучение английского языка, русского, мы включаем и вариативную часть, начиная с трехлетнего возраста. И сегодня на конкурсе вы сами увидите, что дети уже понимают, владеют трехязычием. Дети этих дошкольных учреждений уже говорят не только на своем родном языке. К примеру, вести счет на английском для них не составляет труда. Преподаватель английского языка Гулим Каримова отмечает, что дети в таком возрасте быстро обучаемы. В раннем детстве лучше усваивают иностранную речь при погружении в нужную языковую среду. Именно поэтому начинать обучение лучше не на специальных курсах, а в обстановке детского сада. Также преподаватели изготовили свое учебное пособие. Языковые занятия проходят один раз в неделю. Детям очень интересно изучать иностранный язык. Они очень быстро адаптируются. Учитывая, что дети сейчас такие очень продвинутые, они сами смотрят разные видео. И вот даже когда они слышат на занятиях знакомые мелодии на английском, знакомые слова, они радуются и обучение проходит на такой легкой волне. Они быстро, без никаких сложностей изучают английский язык. Воспитанники проявили большую активность. Дошколята показали хороший уровень владения и казахским языком. Основой любого обучения в раннем возрасте является игра. Воспитатели заявляют, что дети учатся во время общения, познавая окружающий мир. В ходе интеллектуального конкурса дошколята показали себя умниками и умницами, из которых обязательно вырастут настоящие полиглоты. Детишки двух садов показали свои знания на казахском, русском и английском языках. А сам конкурс вызвал интерес и увлеченность у всех его участников. Победила, конечно, дружба и малая уверенность в своих знаниях. Фариза Улбаева, Жак Сулк-Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде открылась школа молодых предпринимателей. В нее приглашают студентов, готовых с нуля начать свой бизнес. Стартарперов будут обучать педагоги вузов. А они, в свою очередь, получат ценные практические консультации от известных о колбизнеса. При этом студентам не придется ни за что платить. Систему подобного образования инициаторы называют экосистемой молодежного предпринимательства в студенческой среде. Проект по созданию студенческой экосистемы разработан на основе задач, которые обозначил глава государства в своем послании. Систему обучения будущих предпринимателей разработала евразийская группа. Они уже опробируют данный опыт в Актобе, Костанае и Павлодаре. Усиление роли сектора малого и среднего предпринимательства в настоящее время становится одним из приоритетов направления развития экономики Казахстана. И сегодня молодым предпринимателям принадлежит одна из ключевых ролей в социально-экономическом развитии как страны, так и нашего региона. Мы на молодежь возлагаем большие надежды, поэтому необходимо делать все возможное для того, чтобы активность молодых людей становилась все больше. Евразийская группа является одной из ведущих в мире и занимается добычей и обогащением природных ресурсов. Компания работает в 14 государствах мира и является одним из крупнейших работодателей. Создание студенческой экосистемы, по мнению сотрудников Евразийской группы, откроет огромные возможности для студентов и поможет университетам обрести конкурентоспособность. Данный проект направлен на развитие предпринимательского потенциала у студентов. То есть мы, группа «Трансформация» заходим в университет и помогаем ему развиться в предпринимательском направлении. Почему Ассоциация друзей Телевевского университета в этом задействована? Потому что основная наша цель – это развитие предпринимательского образования в Казахстане. И именно израильский опыт, Израиль как страна стартапов, может очень быть полезной. Проект уже начал реализовываться с начала текущего месяца. Впереди у студентов пять этапов. От выбора направления стартапа до его защиты. Кроме того, они смогут поучаствовать в разных маркетинговых тренингах и мастер-классах. Айам Амрина, Исламбекус Пан, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. К другим новостям. Развитие и перспективы перинатальной диагностики обсудили в Караганде. В родильном доме проходит цикл обучающих программ, на которых карагандинским медикам рассказывают о передовых методах диагностики. В качестве преподавателя приглашена профессор кафедры акушерства Американского медицинского университета. Актуальным проблемам врожденных пороков развития плода посвящен цикл обучающих программ в Карагандинском родильном доме. В частности, особое внимание уделено на выявление пороков сердца, поскольку эта патология отмечается высокой смертностью. Поэтому лучше выявлять такие проблемы перинатально в значительной степени позволит врачам улучшить перинатальные исходы и снизить неонатальную смертность таких детей. Проблемы многоплодной беременности. Как мы знаем, частота многоплодной беременности за последние 15 лет возросла в разы. И правильное ведение такой беременности, которая относится, безусловно, к группе высокого риска, оно также позволяет нам оптимизировать перинатальные исходы как для матери, так и для плода. Чтобы иметь объективную картину развития плода, уже многие десятилетия используются аппараты ультразвукового исследования. Периодически аппараты совершенствуются, позволяя видеть те области, которые ранее были недоступны. Мы объясняем все последние международные стандарты, которые обязательно должны присутствовать в работе каждого врача, который занимается перинатальным ведением беременной женщины. Мы знаем, что от ультразвуковой диагностики зависит многое. Но вовремя предупредить такие состояния – это огромный алгоритм, который выполняется при клиническом ведении таких беременных, группы высокого риска. Организаторы семинара выразили уверенность, что такие тренинги будут чрезвычайно полезны для практикующих медиков Карагандинской области. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Специализированная музыкальная школа-интернат отметила 50-летний юбилей. В праздники приняли участие выпускники и учителя, которые долгие годы отдали воспитанию юного поколения. Мероприятие состоялось в концертном зале «Шалкма», где состоялся праздничный концерт. В концертном зале «Шалкма» музыкальная школа-интернат отметила свое 50-летие. Карлагаш Тишмагамбетова проработала в школе 40 лет, но до сих пор общается со своими первыми учениками. С любовью и гордостью вспоминает всех своих выпускников. Преподаватель заявляет, что это были ее прекрасные годы и не жалеет, что отдала всю себя этому храму искусств. «Никогда не жалею, я даже свою дочь отдала именно в музыкальную школу в классе фортепиано Сокарева, и она закончила, сейчас в Астане оперы работает. Я никогда не жалею, что я свою жизнь связала с музыкой и продолжение моей, это моя дочь. Еще продолжение, самое главное продолжение, это мои ученики, которые со мной рядом работают и которые во всей республике в ортестерах играют. Его самая гордость сегодня всех выйдет, улыбаться, детство вспомнить». Специализированная школа была построена в 1966 году для отбора и обучения наиболее одаренных детей из сельской местности. Сейчас в школе учатся дети из разных уголков страны. За 50 лет школа выпустила свыше 700 выпускников. За все эти годы сменилось около 10 директоров. С 2010 года директором школы является Виктория Букенов. «На сегодняшний день в школе работают около 140 преподавателей и обучаются более 400 учеников. Все дети одаренные и талантливые, специально отобранные. Мы сейчас готовим 470 лауреатов. Наши выпускники обучаются не только в Казахстане, но и за границей. Мы гордимся нашими выпускниками». За последние три года школа выпустила около 500 призеров и лауреатов различных конкурсов. После школы выпускники продолжают профессиональное образование в творческих вузах Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья. Областное управление пассажирского транспорта распространило информацию о прекращении движения транспортных средств на участках автомобильных дорог. Ограничения введены на дорогах областного значения Абайского, Бухаржуравского, Каркаралинского, Нуринского и Щетского районов. 19 апреля на территории Карагандинской области из-за увеличения потока талой воды произошли переливы через дорожное полотно. В связи с этим областное управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог объявило об ограничении для всех видов автотранспорта на некоторых дорогах. В частности, сегодня нельзя проехать по участку Абай-Новодолинка-Шахан-Молодецкая. Прекращено движение из Тимиртау в направлении поселков Бутагара, Тогускудук, Гагаринское, Чкалово, Березники. В связи с разрушением моста ограничено движение по маршруту Хуянде-Ягандебулах-Буркетте. Движение к населенным пунктам производится по альтернативным и объездным дорогам. Всего власти закрыли движение по 10 участкам автодорог. С полным списком можно ознакомиться на сайте областного Кемата. Пресс-служба предприятия Караганды-СУ распространила информацию об отключении подачи питьевой воды. 26 апреля будут вводиться в строй новые водопроводные линии. В связи с этим будет временно прекращена подача питьевой воды потребителям Юго-Востока Караганды, в том числе микрорайоны Кунгей, Мамраева, Восток-5, Голубые пруды, Кирзавод-1 и 2. Предприятие Караганды-СУ рекомендует жителям иметь суточный запас питьевой воды. О новостях на сегодня все. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго, Мансов Болгстер. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok